коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель было несколько вопросов касаемо построения уровней вашего внимания предлагаю наверное назовем это экспресс по уровням минимум информации максимум графического отображения предлагаю всем потренироваться для тех кого есть опыт и у кого нет опыта вовсе это необходимо для насмотренности и это важно качестве подопытного кролика у нас будет форекс валютная пара евро и иена то такое хорошее трендовое движение на котором можно отобразить основные виды уровней с которыми вы чаще всего будете сталкиваться первое самое простое от текущей цены всегда отмечаем две точки самые сильные если мы не находимся не находимся в какой-то каши то ближайшие две точки интереса это изломы в восходящем движении у нас будет излом сверху и излом снизу излом он просто с точки зрения восприятия вы видите что цена идет 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 в какой-то момент останавливается и разворачивается любой абсолютно отрезок графика тренируемся размечаем все что нужно лишь дождаться до когда цена придет к тому или иному уровню и затем уже следить за подходами за тем что будет происходить дальше приняли да надеюсь следующий вид уровней это в какой-то момент излом а затем этот уровень приобретает логику формирования отката восходящее движение в какой-то момент формируется излом и цена корректируется для восходящего движения точка окончания коррекции будет называться откатом только тогда когда мы уйдем и обновим вот этот максимум в котором у нас произошла остановка цены если такое движение состояла значит этот уровень приобретает логику откатного движения тот подвигает цену сюда какой-то момент после окончания коррекции возобновляет свои настроения скажем так на рынке и отправляя цены дальше будущем если мы сюда упадем и здесь нас например будут поджимать то ориентируясь на эту логику то есть здесь нас удержали от дальнейшего снижения если цена будет заваливаться дальше вниз мы можем предположить что движение продолжится отдельное внимание хочу уделить правилам построения отката в момент когда у нас формируется излом и до момента когда мы выходим выше этого излома можно использовать инструмент прямоугольник тянем тянем прямоугольник в самый низ и вот та точка где у нас в границах до вертикалей точкой остановки и продолжение вот самая самая нижняя точка этой будет являться правильным откатом старшего порядка потому что движение трендовые как правило сопровождаются еще внутренними точками колебания то что мы схематично привыкли изображать как излом откат и уход на перехай с обновлением экстрема вот это движение она может также быть со своими откатами это внутренние точки колебания к ним нужен немножко другой подход как минимум наличие подтверждения то есть если здесь мы понимаем что крупный участник не сопровождает то здесь действуют участники помельче скажем тогда рубежку помельче и сила этих уровней заметно ниже зафиксировали следующий вид уровня он тоже довольно таки просто кому неудобно либо тяжеловато воспринимать на барах можете переключиться на японские свечи и посмотреть уровне которые образуются большими барами то есть парнормальными барами очень сильными движениями такие моменты действуют да такие существенные силы на рынке то есть когда мы быстро бегаем здесь два варианта либо рынок пустой скажем тогда возможно там праздник какие-то какая-то сессия например не торговая допустим выходные дни в америке и там в рамках каких-то дневных движений то есть форекс это все-таки пять дней в неделю могут быть такие вот движения пустые но чаще это все-таки именно какие-то новостные факторы и на это тоже можно ориентироваться про нормальные бары можно отмечать с двух сторон особенно вот как в данном случае когда нас немножко так размотала в разные стороны и можно прослеживать ту же самую логику да то есть уход под это дальше short уход над это дальше лонг бывают как восходящих так и нисходящих движениях по силе да можно наверное отдельно выделить если очень длинные хвосты то про нормальные бары вот эти вот они как бы точнее уровня про нормальные баров они будут посильнее отрабатывать это на зафиксировали следующий вид уровней тоже довольно таки известные многие используют уровне зеркальные то есть какой-то момент подвигались двигались двигались и нас вот здесь долго долго держали снизу после того как цена пробивает она закрепляется и мы ожидаем подтверждения с обратной стороны то есть здесь конкретный этот выход без подтверждения да но вот так можно рассмотреть допустим до локальная точка излома немного каши и после этого начинает работать когда можно смотреть и торговать такого рода уровня при наличии подтверждения то есть здесь есть подтверждение касанием если инструмент далеко не уходит и обратно сюда нас начинает поджимать с этим уровнем можно работать это касается в принципе всех исторических уровней поэтому с этим можно вполне себе обходиться то есть здесь нагромождение никаких быть не должно все максимально просто зеркальные ну границу на торговке давайте еще посмотрим как тоже отдельный вид для тех кто торгует форекс наверное будет полезно и фондовом рынку тоже вполне себе применимо на крепке не так часто мы стоим поэтому ситуации будут пореже восходящее движение например формируется откат и у нас есть две точки до два излома сверху и снизу после этого цена запирается и какое-то время находится здесь можно расторговывать как выходы из на торговок так и торговлю внутрь диапазона при наличии запаса хода да то есть от верхней границы выше верхней покупаем чуть ниже верхней продаем и а также нижняя граница выше нижней границы можно покупать внутрь диапазона и ниже нижней границы продавать все что нужно дождаться пока нас прижмут к одной из сторон и затем работать в сторону основного направления такой красивый наверное ошибками торговочки не найдем на кроссе но как пример я думаю нужно показать либо чуть дальше здесь нас вот запирали восходящее движение остановка коррекция и вот мы ходили до низа до верха до низа пришли наверх не откатывается инструмент до малая волатильность пробиваем и поехали дальше в принципе этих уровней вполне себе достаточно для того чтобы отторговать как локальные какие-то ситуации так и исторические моменты поэтому берите применяйте тренируйтесь самое главное для тех кто только начинает уделите достаточно времени графиком посмотрите разбирайте поиграйте симулятором отрезали график разметили и сопровождаем цену следим как это работает уровне я рекомендую особенно для тех кто только начинает использовать только дневных таймфреймов да не используют локальные кит ситуации на младших таймфреймов потому что те же самые на торговке на форексе если мы там 4 5 часов стоим то можно уже работать выход из такого рода на торговочек вполне себе маленьких вот всем удачи используйте стопы всем профитов пока пока